Добрый день, дорогие мои! Как ваше настроение? Сегодня мы с невесткой Столка работали, повозились по домашним делам, покрасились волосы друг к другу. И, в общем, это уже второй раз кофе сижу, пью и решила с вами поздоровиться. Как будто что-то мне не хватает. Внутреннее чувство говорит, тебе люди ждут. Вот что эта зараза такая притепила ко мне? Почему это так? Каждый день я должна к вам пойти, обязательно поздороваться, потом дальше пойти. Но это уже рефлекс у нас. Это уже привычка. Это уже привычка, хочешь не хочешь. А сегодня мы со Светкой вчера по шкафам делали, а сегодня уже зимние вещи убрали, зимние обуви убрали, все посушили, еще половина на улицу. Много-много-много-много делов делать. Сейчас сидим, уже второй раз кофе пьем. Первый раз покажи свет, мы с чем пили. Утром у нас утрошнее это было. А это сейчас уже в обед фрукты уже покушаем. Так что, дорогие мои, у нас такая дела. Весна, все убираем, складываем. Я думаю, все женщины такие. А кто ленится, смотрит на меня и тоже делает. Говорит, тетя Аруса, ты такой энергии даешь нам, нам силе даешь, мысли даешь. И мы тоже после тебя повторяем, это мне очень-очень приятно. Вот так у нас в плане сейчас очень долго будем готовить. Мы же утром готовим, просто одно и то же, я считаю, смысл нету. Каждое утро показать помидорные два цеха или плов, как жарили. Каждый днем мне дети любят у нас. А сегодня у нас в плане есть толму делать, еще что-то мы хотим. А, еще мясо достали, будем жарить для внуков. Они любят мясо жареное в сковородочке. Ну, вы любите, любите, что там делать? Пять минут делаю, лишь бы, чтобы мясо дома было. Вот и будем делать. Если у нас все будет отлично, конечно, вам чудок покажу, это ужин уже. Если нет, то нет. Вот так, дорогие мои. Если какие-то вопросы есть сегодня суббота, можете задавать. Да, Света, можем ответить, да? Кое-какие вопросы, если кому сильно нужно. А так, суббота, воскресенье, хотим чуть-чуть отдохнуть. А так у нас получается обязанность. Это у нас домашние дела. Иногда есть такие вещи, которые невозможно показать. Или волосы просто собраны, потевшие, не хочется к вам выйти. Люблю, когда выхожу к вам приятно, красиво, уже ухожены, уложены. Вот так люблю. Так что хочу вам желать хороший день, хорошее настроение. Что сказать? Ждем, окошко оставим, дайте вопросы какие-нибудь. Все равно сегодня суббота можем ответить. Так что с любовью, Ваша Руси. Ну что, дорогие мои, пожарилась. Сейчас я хочу показать, как она выглядит. Обязательно, когда будете жарить, мясо обязательно, вот так, чтобы водички не было. Смотрите, полотенце какое-нибудь встать, чтобы водички не было. Смотрите, как у меня получилось. Смотрите, уже шашлык готова. Сейчас будем красиво разложить. Я пару чеснока еще положила. Смотрите, вот так делаем. Все, троих могу кормить. А это пускай еще пожарится чуть-чуть. Невестка другая идет, сосед вдруг зайдет. Нас так должен быть. Солила, еще поперчила. Больше ничего. Вот моих детей я всяких попробовала. Всяких. Майонеза, томатов. Наравится только натуральный. Соль и черный перец. Сейчас через 5 минут. Сейчас огонь его сильно. Переворачиваю. Эту сторону переворачиваю. Опять посолила, поперчила и все. В этом жиле еще картошку сейчас буду жарить. Это просто будет комбо. Вторая паста уже идет. До утра ничего не останется. Туда-сюда дети растут, молодые, покушают. Вот смотрите. Посолила, поперчила. Все, ждем. Пищила сегодня долну делать с таким видом. Смотри, надеюсь, вы его видели или кушали. У нас делают синенький перец, помидор. Вот сегодня вот перец дома много, чтобы перчики не пропали. А фарш было готово у меня. В морозильнике. В тот раз готовили толку, фарш осталось. Думаю, давай, Света. Ну, обычно я так с рисом никогда не в морозильнике не складывала. Но, если честно, мне, знаешь, так понравилось. Сейчас разморозилось. И уже ничего не надо крутить, вертеть. Сейчас я быстренько еще тонну готовлю с перчиками. Вот так беру. Просто. Вот так. Очень просто. Я думаю, все женщины это знают. Ну, если вы хотите видеть, чем я занята, поэтому показываю. Так особо. Мне не так уж хочется, стоп, каждую минуту, чтобы я показала. Ну, устаешь. Это же тоже не так легко, девочки. Ну, соглашайте. Каждую минуту ты должен в старте. Потому что к вам зайти. Я хочу всегда быть красивой. Ну, и неуставшей быть. Смотрите, как красиво получилось. Смотрите. Одну поставила так, другой поставила так. И так же сейчас закончим. Туда-сюда. Мясо пожарила. Все детки наедут, кушали. А я со Светкой еще готовлю. Во-первых, я хочу сказать спасибо огромное моих подписчиков. У меня день тысяча, две люди добавляются. Поэтому всегда у меня дают новые вопросы. То есть для меня это не новые, а для них это новые. Сколько лет? Почему замуж не вышла? Да, много вопросов. Дорогие мои. Когда мой муж умер, у меня дети и дочка было 13 лет. Представляете, чужой мужчина дома с молодые девочки и пацаны, которые выросли, настоящие армянские мужики. Вот, понимаешь, есть просто дети растут, привыкают в этом, где они растут. А атмосфера какая? Свободненькая, тудим-судим. А я вырастила такой мужики, бички, которые все по-армянски закону держат. Традиция, закона. Мама, да, мама должна веселиться, мама должна радоваться. Но каждую все в меру. Я долго думала об этом. Вы думаете, я об этом не думала, или я ни кривой, ни слепой, чтобы мне никто не просил. Отчим и до сих пор просит у меня руки. Даже у моего свекры пришли просить руки. Я пришла к этому выводу, что лучше оставаться с детьми, чем чужой мужчина. Чужой мужчина никогда родной отцу в место не играет. Уметь такой воспитанный, вот такой. Или моя мама всегда говорит, это твоя судьба. Коркальни, качалкальни, гишкальни. Что будет вот у нас, да? Вот это значит твоя судьба. Вышла и все, второй раз обратно дорога нету. Поэтому я застрялась. Теперь я отвечаю новых моих любимых подписчиков, которые за мной цель и день. Они хотят даже и ночью со мной. Ну, у меня цель просто ночью с вами сидеть, общаться. Потому что у меня трое детей уже взрослые, все женаты. Замуж дала так, как я хотела, допустим. Невестка такие у меня оба сейчас, такие, как я хотела, как все хотят. Зять такой, как я хотела. Семеро внука. Это вы, знаете, просто так говорить легко, три секунды. А со всеми общаться, с аватами, с людьми, крестными. Общаться язык, имеется отношение хорошее. Это не так просто. Так что пока вот так. Отвечаю еще и работаю, и отвечаю на ваши вопросы. Забыла вам еще сказать, что у меня 57. Скоро, очень скоро уже 58. Около 60. Это кошмар. Как я вирусла так. Не заметила. Просто года улетела. Как сказать? Незаметно, короче. Я не чувствовала мою жизнь. Я только чувствовала тяжесть на моей спине. Но сейчас я так рада. Я горжусь, что Бог мне такую дорогу открыл. Чтобы я с вами. И у меня дети все вокруг меня. И хорошие. Я с этими горжусь. И больше ничего мне не надо. Я много не хочу. Здоровья и мир хочу. Везде. У всех. Ну, дорогие мои. Мне кажется, каждому одну даже хватит. Сейчас воду наливаем. Немного. Крышку закрываем. На медленнее огонь. Минут 20, наверное. Ну, видно будет. Рис как торчать будет. Значит, понятно, что мясо уже готово. Рис готово. Осталось, смотрите, помидорчик. Вот так. Теперь корешками закроем. Вот это как корешечка. Все. Готовьтесь. Любовь, дорогие мои. Смотрите, как. Что жалко. Мясо останется. Фарш. Вот и все. Масло не забиваем. Красивое и густо. Стакан водички добавляем. Берем отсюда, где вот так. Вот так. 200 грамм. Много не надо. Закрываем корешками. Огонь чуть-чуть добавляем. Все. И ждем. Еще спрашивают тебя, что больше ты ценишь в людях? Я лично ценю людей, чтобы они были не аферисты, чтобы они с тобой общались, как я с ними. Как это выражать? Честно, верность. Люблю верность. Вот я очень мало. Сейчас таки все по своей выгодой, я понимаю. Но я бы хотела, ко мне относились так, как я к ним отношусь. Смотрите, дорогие. Это тот масло, которое я мясо жарила. Свиной жир, да, можно так сказать. Вот смотрите, я буду сейчас здесь картошку пожарить. И еще пару вопросов ваших ответить. Смотрите, мы у меня сегодня делали запросы, ответили на ваши вопросы. Одна пишет. Ой, вы посмотрите, что про вас говорит. Это невестка читает, я слушаю. А я невестке отвечаю, а мне такое ощущение, как будто я ей отвечаю. Ну, надеюсь, что Света передаст, да? Или ладно, сейчас перед вами сейчас скажу. Одна женщина, я не знаю, девочка или женщина, я не знаю, написала. А вы не читайте комментарии про вас, что люди говорят. А я говорю, а что мне говорят? А что я делаю? Нет, она говорит, вам не стыдно? Вам не стыдно, что про вас так говорят? Я говорю, а что мне стыдно? А что я такое делаю, что я не знаю? Писать можно все. А вот посмотрите, кто вы на самом деле. Про вас люди не говорят, потому что знать и не хотят. Про меня говорят, потому что уже миллион людей подписано на меня. И кто-то хорошо желает, кто-то плохо желает. А я хочу ответить, а что мне стесняться? Не гулящая, не гулящая, не пью, не ворую, не убиваю. Семьей состоятельной живу. Воспитатель нормальных детей. Замужа дала искренне настоящий намусо вахчи. Настоящие невестки у меня. Вокруг меня моя семья дрожат. Я просто хотела бы узнать, чем мне стесняться? Чой живот показываю, сиски-писки показываю, чтобы мне стесняться. Готовлю себя дома, во дворе со своей семьей. Вот скажите мне, где мне стесняться? А у кого, у нас по-армянски прословица есть, когда говорят, Ахвесик хита ворчи гасну хагу гын, Асума, ой, еще хака. Вот те люди, пускай всегда так подумают, Не созрела виноград, че их сорвать? А у меня виноград днем и ночью созревается. Вы понимаете? Поэтому я каждый день кушаю свой настоящий виноград, фрукты, То, что я посеяла. Вот такое у меня время. Ответила тех людей, которые пишут, Вам не стыдно? Хотелось бы узнать, где же мне стыдно? Волк, когда хочет что-то кушать, виноград, Когда он идет, чтобы виноград кушать, Волк смотрит, спели виноград, Ну, нос не достает, достает вот этот виноград. Он вот так делает, вот так делает, Он говорит, ой, он еще не спелый. Поворачивает и уходит. Думает, не достало, значит не спели. Но на самом деле виноград спели. И такой же виноград я сейчас кушаю, То, что посеяла. У нас такое прословице, То, что сеешь, то и соберешь. Я сейчас фрукты кушаю, нахлаждаюсь жизнью. И если есть завидовать люди, Пусть завидовать молча. Все равно это для меня роль не играет. Я знаю, как руководить моя семья. И пример по всему миру. Вот, а так то, что показывает, Они сзади не смотрят, Что творили, что было. А у меня этого нету. Что есть перед вами? Родни мои, посмотрите. А сейчас жару картошка несколько штук. Немного, пару штук. Смотрите, покажи сколько штук. Всего два крупных, как я, картошка. Шикарно. Ну, где я жарю? Не масло подсолнечное, не сливочное. А это то, что мясо пожарило. Жир вышло. Перетедила. Помила посуда. На том же посуде жара. Смотрите, сейчас такой я вас сделаю. Румяная картошка. А вот смотрите. Вот смотрите. Такая красота. Здесь что, у меня варится? Уже готово. Смотрите. Все вышли. Долма уже готова. Ну, я чуть-чуть, даже воды много. Надо было 150 грамм водички наливать. А я 200 налила. Все, выключаем. Долма уже готов, дорогие мои. Я, когда беременна была, рожала, моя свекруха вот такую картошку мне в больницу отправила. Поэтому, когда я его готовлю, всегда вспоминаю Царство Его Небесное. Такую картошку она отправила в больницу. Запах, шашлей, глюля и сверху картошка. Сама готовила, отправила. А теперь хочу показать. Эта сторона и вот эта сторона. Это простая картошка, которой всем доступна. Надо просто готовить с любовью, не торопиться и никого не обсуждать. Сами себе смотрите в зеркало, когда кого обсуждаете. Ну, что я невысокая, ну, что я не худенькая, ну, миниатюрная, как они называются. Это ничего не значит. Счастье не красоты, счастье не полнатие. Счастье вот, когда ты семью создаешь хорош и радоваешься своей с детьми и семьей. Вот там счастье. Остальные все можно и купить, можно и переделать. Сейчас ни красивых девочек нету. А счастье не в красоте, дорогие мои. Счастье в этой семье, семья, создать семью хорошую. Все, дорогие мои, картошка немного, две штуки, но с любовью. Готовьте с любовью. Счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доброе утро, дорогие мои. У нас доброе утро. Дети сегодня выходной. 11 часов встали. Пока туда, пока сюда. Бабушка со Светой уже готовила. Смотрите, Светка моя готовила блинчики. Это у нас завтрак. Дети до 11 спят. Смотрите, яйца уже готовы. Сосиски сейчас только поставили. Вчера у меня гости были. Вечером пришли соседи мои, езды. Принесли 10 литров молока. А мне что делать? Блинчики утром делали. И сейчас какао хочу делать. И заодно хочу показать, как я делаю какао. У меня молока уже кипит. Пока туда-сюда, до вас пока дошла, уже молоко кипит. Я вот хочу показать. Много молодых не знают. Вот какао. Здесь немножко уже сахар есть. Я вот добавляю 2 ложка какао, 3 ложка сахара на этом. Мне кажется, даже это будет много. Я делаю какао, чтобы камушки не было. Камочки. Вот. Я еще хочу заодно и сказать спасибо всем вчерашним. Столько много людей. Я в час 30 или 2 спала. А у меня еще люди пишут и пить. Тетя пишет и пишет. Тетя Руся, ты молодец. Так надо. Иногда надо так сказать. Я, конечно, я считаю, этих людей, волнуют людей. Глаза закрывают, да? Потому что, когда ты сама себе уверена, это знаешь, кто ты такая, кто с тобой не общала, могут такие вещи говорить. Это нормально, я считаю. Но бывает выше из рамки. Поэтому иногда я тоже не хожу и выше из рамки. Хочу сказать, поддержку очень много. Спасибо вам всем за такую поддержку. Потому что все работящие люди понимают работящих людей. А те люди, которые не достигли в жизни своего, не умеют заработать, не умеют общаться с людьми, хотя и может быть и вещи образования. Вот они рвутся туда. Но ничего, не обращаем внимания. Еще хочу сказать, что очень много вопросов. Вы, извините, всем отвечать невозможно. Это просто количество. Хочу спросить, у кого не ответили. Ну, кое-какие вопросы мы сегодня ответим. Да? Она говорит, мама, еще отвечу. Еще мы ответим, еще давай. Еще уже два часа уже спать хочется. И вот мы не успели ответить. Ну, что хочу вам сказать. У нас молоко уже кипит. Смотрите, все мы готовили на завтрак. Дети уже встали. Чтобы сразу сюда какао не бросать и сахар, я вот так делаю. Может, кто-то делает еще лучше, чем у меня. Видите, мне знак. Вот так вот беру. Вот так просто. Здесь уже сахар и какао. Размешаю спокойной душой. Вот так сделаем такой и такой конситет, чтобы не было ни одной камушки. Еще чудо молоко добавляем. Видите, как просто молоко добавляем сюда. А вот здесь, когда Раша не знала, а мне же не учили, сюда делать три часа и комочки. И это, и это. Вот, пожалуйста. Вот сейчас. Вот смотрите, уже готово. Чтоб душа была спокойно, перетедила. Все. Все, дорогие мои. Все. Какао у нас готово. Какао у меня уже готово. Сосиски варятся, яйца уже готовы. Блинчик Светка уже делала. Что осталось? Стол поставить и кушать. Так что готовьтесь с любовью. Всем хорошего дня. Хороший сегодня у нас воскресенье. Если честно, я так не хотела сегодня выходить вообще. Но думаю, вчера девочки пишут, тетя Руся, а мы хотим смотреть. Почему не показывать? И обед, и ужин. Я буду так умереть. И ужин показать. И завтрак, и обед. Это так надо строиться к вам и каждый раз. Приятно. Иногда устаешь, глаза не открываются. Так что хочу вам желать в этом воскресенье хороший день, хорошего настроения. Конечно, у нас всю ночь дождь шла. Знаешь, не страшно, но вечно думаешь, может сейчас город будет. Может, как я цветы посаживаю на следующий день. То ли город, то ли дождь. Так что хочу вам желать хороший день, хорошего воскресенья, веселого и солнечного. Хорошее настроение. Люблю вас, я с вами. И сегодня я хочу полностью отдохнуть. После этого. Свет, что это Гаррика купил? Личи. А что такое личи? Не все же знают. Я лично не знаю. Это вот такой фрукт. Целый яшик мой. Сын купил подвал. Зашла, у меня все полно. И такая вкуснятина. Если кто не знает, лично я первый раз вижу. Ну, наверное, фрукты мы купили. Фрукты свежие, так, если увижу, знаю. А вот такой первый раз. О, такая вкуснятина, девочки. А сладкий какой. Я думала, одна я компот делаю сладкий. Вот и государство тоже делает. И забыли подвал. Зашла целый ящик. А это компот. Сейчас можно так просто пить. О, наливай и пей на здоровье. Так что всем доброго утра. Кто с нами, приятного аппетита. Ну, конечно, еще с любовью, дорогие. Вот и все. Ой, какая красота.